Выставка Геннадия Павлишина в галерее имени Федотова. Уникальное событие. Это всего вторая возможность посмотреть его работы в одном месте. Первая выставка самого титулованного на Дальнем Востоке художника прошла 6 лет назад. А если мы подойдем снова близко, мы можем разглядеть технику художника, как он это все рисовал. Даже на сухом веточке каждый листик своего оттенка. Правда? Да. В работах Геннадия Павлишина все прорисовано до мельчайших деталей. Люди, знаете, порой проходят, пробегают мимо работы и надолго не задерживаются. А перед работами Геннадия Дмитриевича люди могут стоять просто часами. Сам художник сейчас редко выходит из своей квартиры. Чаще всего его можно застать за этим столом. Он торопится закончить книгу о Владивостоке. Многие иллюстрации к будущему изданию есть на выставке. Детальные изображения кораблей Геннадий Павлишин делал, когда жил в Приморье. Сейчас рисует авантитул. Только при естественном свете и с помощью лупы. Уже возраст, и я стараюсь зрение беречь. Интерес кораблям определил не только содержание будущей книги, но и в целом творческую жизнь художника. Родился Павлишин в Хабаровске в 1938 году в районе рэп-флота. Резать камень он научился именно здесь, в ремонтных цехах. Ребенком сначала подсматривал за стеллерами, а затем учился у них. Теперь флорентийская мозаика Павлишина – одна из самых известных в мире. Во Флоренции я получил премию Ленарда Довинчи. Меня признали мозаист номер один в мире. Во время Второй мировой в районе села Князь Волконка стоял полк. И маленький Гена Павлишин рисовал сидящих на машинах солдат. Технику изображал так подробно, что бойцы выпрашивали у ребенка рисунки и отправляли их домой, как фотографии. Когда война закончилась, Гена захотел заниматься искусством серьезно и пошел во дворец пионеров. Но так сразу принимать его отказались. Попросили показать, на что он способен. Ну, я пришел маме, говорю матери, она мне купила пять красок, черных, зеленых, желтых. Я взял крышку почтового ящика, загрунтовал ее столярным клеем и написал этюд в Арзетоне. И вы знаете, этот этюд первое место взял в СССР. Получать профессиональное образование Павлишин решил во Владивостоке. Окончил художественное училище. Пока учился, подрабатывал, разгружая вагоны с углем. Эти тренировки помогли ему выдержать одно из самых суровых испытаний в жизни – работу на БАМе. В середине 70-х художника вызвали в столицу. Там, в ЦК КПСС, ему дали задание – подготовить книгу о строительстве Байкала-Амурской магистрали. Во всех подробностях изобразить акварели у великий подвиг строителей. Его обещали обеспечить сопровождением и командировочными. Но когда Павлишин вернулся в Хабаровск выполнять задание партии, в местном издательстве ему отказали во всякой помощи. Бросить дело художник не мог и 10 лет за свой счет путешествовал от станции до станции, преодолевая по 30 километров, иногда пешком. Я в рюкзак набирал книг, и у меня фанерка такая была. Меня по БАМу всех знали водители. Я пишу, там пункт такой-то, да такого-то пункта мне надо. И держу плакат. Но это знали, что это я. Значит, я детям им книжки подарю. И меня всегда брали. Хотя на БАМе было запрещено брать пассажиров в кабинке. Через 10 лет в Хабаровск приехали члены московского отделения партии. И попросили обещанную книгу. И тут выяснилось, что тысячи рисунков, этюдов и графических работ Павлишин сделал за свой счет. Первый секретарь Хабаровского крайкома Алексей Черный решительно обошелся с виновным. Редактор издательства был уволен и исключен из партии. Когда все отдают, и командировочная, она хуже работает. А вот когда ты за свои денежки, когда на своем горбу все, она тогда и время ценишь. Вот я приехал, я знаю, что у меня денег мало, мне надо быстро нарисовать. То есть никакой лени, это подгоняет. Хотя виновных наказали, зарплату художнику не выдали. А стаж работы на БАМе не учли в пенсию. Зато он выпустил семь книг и получил три медали. А самое главное, открыл для себя уникальные места Дальнего Востока. К сожалению, до сих пор многим неизвестные. В Японии фудзияма. И это японцы, в общем, там любование привозят. И все смотрят на фудзияму. А у нас на БАМе. Это мы не умеем. Это такая красота. А вот это пески, они двигаются все время. И вот в течение месяца стоят жировые сосны. И затягивают песком. Потом песок опять отминал. Потом опять их засыпало. Одни вершинки, это вершинки сосен. Геннадий Павлишин до сих пор работает очень быстро. Умеет писать и левой, и правой рукой. Это благодаря первой учительнице, которая переучивала врожденного левшу. Если свет отсюда, я рисую левой. А если свет отсюда, я рисую правой. Книги Геннадия Павлишина выходили во Франции, Японии, Греции и США. В Америке он проводил две выставки и даже давал платные уроки местным архитекторам. За полчаса обучения получал 200 долларов. Столько же там платили ведущим адвокатам. Вот эти я и вплавляю красочку. Вот так. Одна из главных наград художника – золотое яблоко из Братиславы. Это престижная международная премия для иллюстраторов детской литературы. Ее он получил за изображение книги Дмитрия Нагишкина «Амурские сказки». Я пять лет в Алматинском зоопарке рисовал тигра. И был поражен вот этот зверь. Какой он удивительный. Какие у него... Это, вы знаете, ну, я считаю, что это что-то вообще невероятное. Такой джельтмен. Знаете, он никогда... Он прыгнет, если промахнулся, он никогда не преследует. Геннадий Дмитриевич всю жизнь работал только с теми, с кем хотелось. Отказывал писателям, даже с именем. Например, не согласился работать с Николаем Задорновым. Тот предлагал ему оформить книгу «Амур-батюшка». Отказал и Сергею Михалкову, автору национального гимна, который просил проиллюстрировать книгу с баснями. А вот с Севолодом Исысоевым работать согласился. Он, конечно, здорово знал ботанику, какие-то растения. У него даже на даче у него женщины рос. Сейчас Геннадию Павлишину 81 год. Его четыре раза приглашали работать в Москву. Предлагали быть редактором журнала «Молодая гвардия», издатель «Современник» и «Малыш». Но художнику интереснее было ездить по закоулкам Дальнего Востока, собирать этнографию. За свою жизнь он побывал во всех поселениях региона. И я столько собрал материалы, что если сложить музей, например, Сахалина, Николаевска-на-Амуре, Хабаровский, Владивостокский, Новосибирск вместе взятые, так я собрал гораздо больше. Тогда такие вещи были, я такие наблюдал. Вот эти, ну, знаете, белым волосом, оленем вышито, там прошито, там это. А резьба какая была, какая сложная. После окончания работы над книгой о Владивостоке Геннадий Павлишин планирует всё, что накопил за жизнь – воплотить четырёхтомники по культуре народов Дальнего Востока. Он не будет вдаваться в специфику их рукоделия и давать пространные комментарии. В книгу войдут сказки и краткие пояснения. Лучше один раз увидеть, чем семь раз услышать. Или даже семь раз прочитать.